Как понимать слова Евангелия о том, что тот, кто хочет сберечь душу, потеряет ее? Действительно замечательный вопрос. Я очень рад, что наши пользователи внимательно читают Священное Писание и не просто его прочитывают, а ставят перед собой какие-то вопросы. Естественно, этот вопрос возник после прочтения Евангелия от Матфея, 16 главы, 25 стиха. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, говорит Господь, тот обретет ее». Если мы с вами представим человека, то мы, в общем-то, поймем, ну, если мы честно посмотрим на себя с вами, то мы поймем, что человек на самом деле очень ограниченное существо. Он ограничен территориально, мы живем в определенном мире, он ограничен физически, мы, в общем-то, не все с вами можем, скажем так, достичь. Он ограничен интеллектуально, он не все может, скажем так, понять и понять, в общем-то, не все может разобраться, не все может, в общем-то, исследовать, хотя достижения очень большие. То есть у нас есть с вами очень большой ограниченный мир. И вот в этом ограниченном мире живет наше «я» обязательно. У кого-то оно очень большое, у кого-то маленькое, вот с этим мы и должны разобраться. В этом ограниченном мире обязательно присутствует Господь Чехов, так и говорит, что человек – это тот, который или верит в Бога, или ищет Бога. То есть это отличительная черта человека. Антон Павлович это, в общем-то, подчеркивает, а мы, в общем-то, не можем ему не доверять, так как он, в общем-то, не причислен к лику святых. И вот в этом выражении, в его стремлении в искании Бога или определении человека, мне кажется, он очень точно характеризует наше с вами состояние. В этом ограниченном пространстве живет я, живет Бог, живут наши близкие, живут животные, живут, в общем-то, растения, предметы. То есть весь тот мир, который нас с вами окружает, который наделил Господь. Кстати, обратите внимание, что раньше, вот в моем детстве, животные, ну, в основном, естественно, собаки, почему-то дома были очень большими. Ну, Нюфанглин, овчарки и тому подобное. А сейчас все Чуахуа маленькие и какие-то Пекинесы тоже замечательные такие создания, но очень маленькие. Почему же так происходит? Потому что в этом ограниченном пространстве места, наверное, уже не остается ни для кого. Большое, раздутое я, в свете которого живет животный мир, в свете которого живут наши близкие, в свете которого уже даже сам Господь не дает места действий, да и вообще места ничему, даже животному миру, к сожалению. Но чем меньше человек обращает на свое я внимание, а, кстати, обратите тоже внимание на то, что чем больше какой-либо предмет или чем больше мое я, тем легче в него попасть, тем легче его ранить, тем более он будет обидчивым, этот человек с большим я. А человек, у которого маленькое я, в него, в общем-то, попасть невозможно. Его гордость вообще, скажем так, не рассматривается. У него нет болезненных точек, самое интересное, потому что ты никак не сможешь попасть в то, что не существует для человека. Но зато если в этом ограниченном пространстве не существует твоего большого я, то там сразу появляется место Богу. Уже не Бог живет в свете твоей любви, в свете твоей славы, тепла и тому подобное, но ты начинаешь жить его теплом, его славой. Апостол Павел так и говорит, что живу уже не я, а живет во мне Христос. В этом ограниченном пространстве твоей личности вдруг появляется место для ближних, мало того, для родственников. Да и что там родственников? Даже для тех, с кем ты раз в жизни только встретишься в метро или в общественном транспорте, или когда собираешь грибы в лесу, вдруг столкнулся с человеком. В этом мире, в этом пространстве вдруг появляется место для животного, растительного мира. Раньше сколько же наши бабушки и дедушки выращивали и собирали всяческого урожая на своих дачах, приусадебных участках, да и вообще рядом с домом. А сейчас все больше популярность приобретает газон. Тоже интересная такая особенность. То есть, чем меньше человеческое я, чем меньше человек начинает на себя обращать внимание, тем больше внимания он начинает уделять всему окружающему миру. И тем больше окружающий мир начинает заботиться о нем. Вот это самое удивительное состояние, когда у человека отсутствует свое я. Когда он себя не замечает, Господь начинает о нем заботиться напрямую. Ближний начинает о нем заботиться. Любое проявление ближнего этот человек начинает расценивать как необычайную заботу. Любое проявление Бога в его жизни, а эти проявления, мы знаем, бывают разные. Это не только вдруг перед тобой открылся турникет в метро, когда ты, в общем-то, даже еще не заплатил за него. И бывают и другие проявления. Бывают проявления в болезни. Господь посещает и в болезни человека. Господь посещает и в лишениях. Господь посещает и в радостях. И любое посещение, любое событие для такого человека становится положительным. Он все отправляет себе на пользу. Человек, у которого отсутствует свое «я». Точнее, «я» у него все равно присутствует. Но внимания к своему «я» у этого человека отсутствует. Поэтому человек, который хочет сберечь свою душу, должен ее потерять. Должен о ней забыть. Он должен всячески не обращать внимания на свое «я», а обратить внимание на ближнего, конечно, на Бога, на искание Бога. А если человек нашел Бога, на служение Богу. Вот здесь в чем кроется ответ. Опять в нашем пресловутом «я». На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание. Вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал «Икзегет» приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok